Когда ученые подают статью, там есть три основных варианта, как можно подать. Есть статьи исследовательские, экспериментальные, есть методологические, а есть статьи ресурсные. Я считаю, что мой доклад сейчас будет такой ресурсный. То есть он показывает, какие есть интересные ресурсы, которые можно использовать всем нам вместе. Я являюсь постоянным сотрудником с 1995 года Казанского университета, в том числе работаю за границей в институте Рикен. Рикен – это один из главных партнеров Казанского университета и представляет собой такую маленькую копию, ну не знаю, Академии наук, например, России, имеющей 13 независимых институтов по всей Японии. Ну, наверное, из самого известного про Рикен – это огромный скандал со стаб-клетками, когда юная японская исследовательница подделала результаты, сказав, что она изобрела прекрасный метод перепрограммирования клеток. Ну и, наверное, вот как здесь есть такая картинка, это одни из первых проб использования клеточной терапии для регенерации части глаза. То есть первый эксперимент успешный вот с этими IPS-клетками, плюропатентными, был проведен именно в Рикене. Вот, ну, скажем, такой вот трансфер японского менталитета и работы в Казанский университет начался чуть-чуть раньше, и с 2014 года у нас функционирует лаборатория, которая занимается всякими странными существами, которые могут выживать в разных условиях, неприятные для жизни. Но сегодня мы о них не будем говорить, а поговорим о немножко новой инициативе, своеобразной форме взаимодействия вот Института Рикена и Казанского университета, которая выразилась в подготовке вот уже открытия так называемых зеркальных лабораторий. У нас появилась некоторая такая уникальная структура, когда в университетской больнице на ее территории встала лаборатория, обладающая всем потенциалом для ведения полногеномных изучений. И параллельно, вот мы надеемся, что с 1 июля в Японии, в Рикене будет открыт вот один из таких первых прецедентов. Тут представительство, скажем, Казанского университета в виде такой совместной лаборатории. И вот взаимодействуя, обмениваясь технологиями, исследователями, подходами, будет развиваться работа. Хочу сказать, что несмотря на то, что оборудование хорошее, мы не способны конкурировать ни с Японией, ни с другими странами по производительности, по выдаче огромного количества данных. И подход здесь ориентировка именно на уникальные компетенции, которые могут сделать нас заметными и в мире, и на территории Российской Федерации. Это вот, в частности, сегодня коллега замечательный доклад сделала, работа с полногеномным анализом хроматина, с секвенированием транскриптома отдельной клетки и так далее. В общем, мы ориентируемся вот на такие необычные ниши. Вот. А почему полногеномные исследования? Я живу в Японии, и как налогоплательщик Японии я на себе чувствую так называемый японский синдром. Это то, что на самом деле двигает внедрение медицинской геномики на всех этапах. Дело в том, что японская популяция, японское население очень здорово устаревает, и к 2055 году, вероятно, 40% населения будет старше 65 лет. А это означает, что примерно миллион человек должны содержаться в специализированных для престарелых домах, и это большая нагрузка на бюджет и на налогоплательщик. Соответственно, большая часть исследований сейчас в Японии требуется, чтобы была ориентирована на такие подходы, как продвижение работоспособности престарелых и, соответственно, развитие технологий, которые будут этому способствовать. Сейчас очень модно делать всякие геномные проекты, о них говорить. И здесь Япония, как и Россия, немножко находится в арьергате, потому что мы в хвосте плетемся. И в Японии это связано с этической стороной, потому что подтверждение этических подходов к таким полногеномным делам, оно немножко своеобразное. Буквально недавно начались очень интересные проекты, которые ориентированы на отдельные регионы. Вот, например, вы знаете, было огромное цунами в Японии, которое смыло там побережье. И, соответственно, в 2011 году прям сразу для поддержки и вдохновения людей, которые там обитают, живут, стартовал так называемый «Тахоку-мегабанк-проект», когда предполагается отсеквенировать геномы 50 тысяч людей, которые живут вот в этом регионе. Ну, чтобы они почувствовали на себе силу науки, ну и, соответственно, технологии пришли им на помощь. Очередной проект, который сейчас обсуждается, это геном тысячи окинавцев, а даже геном тысячи островов на Окинаве, когда фокус будет сделан на секвенировании геномов всего населения, либо одного большого острова, либо выборки с многих разных островов, что мы считаем гораздо более привлекательно. И мы надеемся, что этот проект достаточно скоро стартует. Есть ли вообще смысл в таких исследованиях? Да, он, конечно, есть. «Тахоку-мегабанк», вот эти первые тысячи отсеквенированных геномов, показали, что в геноме среднего взятого японца существует 12 миллионов новых совершенно неизвестных науки полиморфизмов. И классические подходы микрорейна, они бы не сработали. И, как ни странно, здесь есть и путь прямой к коммерциализации, получению коммерческого интереса. Дело в том, что параллельно с созданием вот такого базы данных, вариаций в геноме среднестатических японцев, компании-то тут же подхватили, и уже стали появляться панели микрорейнные для изучения полиморфизмов специфических для японцев. То есть вот японские компании здесь не растерялись и, в общем-то, встали в строй. Но почему геном? В этом есть еще и своя несколько историческая канва. Традиционно, параллельно с американским геномным проектом, в Японии стартовал свой геномный проект, но он постепенно заглох, в том числе как геном русского человека проект тоже заглох, потому что стало понятно, что американцев не догнать. И сейчас исследование генома напрямую связано с анализом работы генома. Именно на этом сфокусировалась японская наука последние 15 лет назад. И вот, в частности, я хотел бы немножко рассказать о проекте, который ведет наш институт, и мы в нем немножко начинаем участвовать, и вот такие первые, как вот, ревью, что ли, я бы хотел вам предложить. Проект называется «Фантом». Сейчас уже ведет его пятая версия. Он посвящен функциональному анализу работы генома, работы геномом рикопитающих, ну, в частности, человека. Вы знаете, что клеточное разнообразие очень огромно. Из материнской, отцовской слившихся клеток получается, в общем-то, огромное количество разных клеточных типов. И на самом деле, если мы посмотрим, как вот такое многообразие с точки зрения работы генетики может формироваться, ну, генетики, эпигенетики и других факторов, то всегда вот есть, несмотря на разные типы клеток, всегда вот беленькие выделены общие такие вот компоненты, которые должны быть в каждой клетке, чтобы она жила. И есть компоненты, вот это вторым оранжевым цветом показано, это те компоненты, которые связаны с клеточными линейными факторами. И есть прямо компоненты, которые специфичны для отдельной взятой клетки. И вот именно эти два пункта являются, скажем, прямым фокусом проекта «Фантом». Вот. Ну, немножко о научной стороне этого дела. Как ни странно, в общем-то, огромная вот эта база данных, она накоплена с применением одной главной технологии. Вот. Если мы представим, что вот у нас есть такой типичный ген, он состоит из экзонов и интронов, я думаю, курс генетики у нас еще немножко есть, остался. И на самом деле, несмотря на то, что белок может производиться один и тот же, начало работы полимераза, то есть старт вот этой вот транскрипции, да, как мы говорим, может начинаться с совершенно разных мест на территории этого гена. То есть вот такие сайты инициации транскрипции могут быть совершенно отличны. И очень часто это зависит от того, какой транскрипционный фактор садится именно на это место. Вот. Соответственно, технология, которую мы используем, которая называется кейдж, она анализирует исключительно голову, да, вот то самое место начала транскрипции. И на основе этого мы можем видеть, что вот специфичные РНК по старту, вот начало работы полимераза формируются в печени, в мозгах. Ну вот, например, для рака может быть совершенно специфичный транскрипт формироваться, хотя на уровне белка мы этого совершенно не увидим. Ой. Да. Вот. Соответственно, классические методы микроареев берут самые такие консервативные участки генов, и, соответственно, вот это замечательное все разнообразие мы просто теряем. Вот если мы возьмем, посмотрим, как это выглядит с научной точки зрения, на практике, мы можем видеть, что, например, для одного гена, в зависимости от того, где он работает, старт, инициация, и транскрипция могут быть совершенно разные, и это определяет в том числе и судьбу клеток, да, то есть вот есть специфичный промоутер для такого типа клеток и для другого. На основе этого, вот усилиями этого огромного коллектива международного рекена был создан огромный такие базы данных, и вот одна из недавних вышедших статей ориентирована на такой вот огромный атлас, который отражает многообразие экспрессии генов в геноме млекопитающих на основе промоутеров. За основу были взяты огромное количество образцов, это более 500 первичных клеточных линий от человека, 128 от мышей, большое количество тканей и чистых клеточных линий, и все это вместе было изучено. Вот, например, первичные клетки были взяты из различных органов человека, что, в общем-то, дало большое разнообразие процессов, происходящих внутри нас с вами. Вот, ну, с точки зрения прикладной медицины или там прикладных аспектов, ну, вот, например, один из таких вот примеров, которые мы всегда показываем, это генетическая экспрессия в одной из раковых клеточных линий. Мы можем видеть, что, несмотря на то, что ген, в принципе, один, вот в раковых клетках, вот в процессе их, так сказать, культивации, транскрипция начинается вот в этом регионе, хотя для нормальной клетки это совершенно не свойственно. Соответственно, можем сказать, что вот в эти вот участки, те участки, где начинается транскрипция в больных клетках, могут являться очень интересными биомаркерами, и, в общем-то, их использование может иметь место. С точки зрения исследователей, с точки зрения научно-практических интересов, одним из главных, я считаю, достижений фантома является градация транскрипционных факторов по тому месту в нашем теле, где они работают больше всего. Да, то есть, скажем так, по насыщению мы можем видеть, что определенные вот эти транскрипционные факторы больше работают в определенных типах клеток, и это очень помогает для поиска при возможных патологиях или заболеваниях, там, где внимательнее смотреть. На самом деле, метод этот прекрасно работает. Вот если мы возьмем клетки стеобласты человеческие, то наиболее распространенные транскрипционные факторы в этих клетках были и до, и после появления проекта Фантом, подтверждены и показаны, что действительно эти транскрипционные факторы являются одним из ключевых поводов, входит Руслан, один из наших юных исследователей как раз в этой области. Привет. Вот. Кроме промоутеров, то есть непосредственно участков, где начинается транскрипция гена, огромный интерес представляет анализ энхансеров. Это участки, которые напрямую географически не связаны с геном, но их структура, их активность может модулировать экспрессию генетическую, и я очень благодарен сегодня коллеге, которая об этом уже немножко рассказала, что мне даже станет немножко проще. Вот. Технология КИЧ очень сильна и для этого, потому что она помечает только, скажем, головы РНК, и если у нас в геноме мы видим участок, где сигналы вот этих голов идут в разные стороны, то это прекрасный повод считать, что там располагается один из энхансеров. Экспрессии здесь дают специальные маленькие молекулы, которые экспрессируются вот именно с этих энхансеров. То есть есть специальные энхансерные РНК, и их активность тоже может быть определена. Вот. На самом деле сравнение такого огромного количества образцов дает нам знание, что энхансеры сами по себе работают тоже не хаотично, а вот в зависимости от цвета, вот этот красный цвет, например, это кровь, там разные другие органы, мозг, существуют специальные типы энхансеров, которые активируются специально в определенном типе ткани или органах. И это, соответственно, дает нам огромное поре для спекуляций и дальнейших исследований, в том числе и в области биомедицины. Кто-нибудь на задних рядах видит, что написано здесь на... Нет, и правильно, потому что я вам предлагаю смотреть только на цвет. Вот видите, вот здесь много-много-много красного цвета. На самом деле вот эта вот картинка показывает, что если мы берем какую-то определенную болезнь или особенность человеческого организма, ну, например, генетические особенности генома, которые влияют на вес ребенка при рождении, да, то есть если мы посмотрим мутации, вот эти участки в геноме, которые известны науке, то окажется, что вот эти вот красненькие участки – это энхансеры. То есть оказывается, что для очень большого количества заболеваний те полиморфизмы, те особенности генома, которые известны науке, они располагаются не хаотично, не, казалось бы, совершенно там рандомно в геноме, и даже не в кодирующих областях, которые здесь помечены зеленым цветом, а для огромного количества заболеваний и особенностей нашего организма проблемные зоны, вот эти вот, где находятся мутации, связаны именно с энхансерами. Вот здесь такая немножко более подробная картинка. Вот можно сказать, что вот насыщение в ряде заболеваний, оно вот прям напрямую отодвигает кодирующие регионы и связаны исключительно с энхансерными зонами. Кроме того, не только мутации в этом регионе, но и экспрессии вот этих вот маленьких-маленьких энхансерных РНК, которые транскрибируются вот с этой области, может быть прекрасным биомаркером. То есть если мы возьмем заболевание, ну вот, например, крон, заболевание крона, то будет показано, что у этих больных не только присутствуют определенные мутации, а эти мутации располагаются в энхансерах, и мы можем с использованием базы Фантом показать, что там и идет работа. То есть эти энхансеры еще и ко всему прочему активны. То есть получается, что сигнал идет с больного участка и, соответственно, заболевание проявляется. Ну, если совсем упростить. Вот, Кейдж и Фантомная база данных сами по себе позволяют вот этим вот подходом, да, разграничивая сигналы транскрипционные в больных и здоровых клетках, например, очень эффективно разделять, проспективно разделять случаи. Вот здесь, например, по каждому случаю с колоректальным раком, что можно до развития заболевания у мужчин и женщин понять, по какому сценарию рак будет развиваться. То есть при определенном транскрипционном сигнале мы можем понять, что это будет метастазирующее развитие, при другом типе это будет не метастазирующее. И вот такие проекты сейчас активно идут между рекеном и рядом больниц, и показывается, что это достаточно сильно эффективное средство. Ну, IPS-технологии, доктор Яманако. На самом деле сейчас технологию терапии с использованием IPS-клеток в Японии активно предполагается коммерциализовать. И здесь идет активная работа и огромные баталии между Министерством здравоохранения Японии, как сделать это максимально безопасно. И вот сейчас, так как процесс доведения, доведение, так сказать, до пациента занимает примерно один год, а следить за возможными побочными эффектами нужно еще дольше, то сейчас вот одним из подходов для понимания безопасности и гарантии безопасности этого процесса предполагается ресеквенирование генома каждой линии, которая используется, и плюс обязательное профилирование с использованием кейдж, чтобы смотреть, насколько нормально есть клетка, даже если она морфологически выглядит, культура хорошо. Ну, в чем есть интерес для практических биологов и экспериментаторов? Базы фантома позволяют определять гены и сети, специфичные для каждой клетки, ну, в частности, транскрипционные факторы. Вот то, что сделал Ямонако методом проб и ошибок, выделяя четыре транскрипционных фактора для перепрограммирования клеток, сейчас можно поставить, по сути дела, на поток и с использованием вот этих вот сотен типов клеток и тканей выделять компоненты и сети, которые специфичны для каждого клеточного типа. И это было показано на ряде экспериментов, что действительно с использованием нестандартных транскрипционных факторов, предсказанных фантомам, может идти перепрограммирование. Более того, буквально несколько месяцев назад в тираж или в общем в печать вышла база данных, которая называется Magrify, которая позволяет вам именно на основе предсказания того, что есть в базах фантом, получить сценарий перепрограммирования одного типа клеток, который вам интересен, в другой, который вам интересен, на основе вот этих вот генеральных сетей. Экспериментально для статьи было показано примерно три, по-моему, три клеточных линии, которые успешно перепрограммировали, или никогда не делали этого до. Не факт, что это всегда работает, но ресурс очень интересный и заслуживает очень глубокого внимания. С использованием этой технологии в Казанском университете и совместно с нашим онкоцентром мы запустили и запускаем несколько проектов, которые я хочу просто по одному слайду озвучить. И, в общем-то, если есть интерес, пригласить к сотрудничеству. Первое – это вот кейдж-профилирование как потенциальный неинвазивный биомаркер для иммунотерапии. То есть вот у нас у онкологов есть конкретный запрос, как можно неинвазивно понять, будет ли или не будет работать иммунотерапия. С конкретным примером комбинации рецепторов ПДЛ-1 и ПДЛ-2 в случае аденокарциномы легких. Это мы начинаем делать уже на базе здесь. Почему это так? Потому что образцы не очень приветствуются вывозить за границу. Ну и в идеале, конечно, работа здесь и у нас. В общем-то, мы к этому подходим. Второй процесс, воодушевленный проект, воодушевленный успехом с колоректальным лархом, который сейчас проходит, клинические испытания, вот эта вот панель в Японии, тоже наши онкологи предложили нам идею или схему изучения рака пищевода. Это огромная проблема как для России, так и для Японии. И там тот же самый вопрос. Рак очень агрессивный. И понимание его агрессивности заранее на ранних стадиях или на поздних стадиях, понимать, насколько агрессивно будет развиваться, он могло бы очень сильно помочь. Вот здесь мы тоже предполагаем использовать технологию КЕЙЧ. Ну и такой третий проект, мы вот сейчас его только обсуждаем, с партнерами согласовываем, это расширение вот этой вот изначальной функциональности проекта Фантом. То есть количество тканей там было достаточно ограничено с нашей точки зрения, достойно гораздо большего. И исторические работы с космической биологией и с возрастными изменениями наши австралийские и японские коллеги предложили расширить программу таким подпроектом, который будет называться Фантом Мышцы. Вот его основная идея это сделать промоторное и энханкторное профилирование значительного числа именно мышц в организме человека и на следующем этапе развить это в области различных моногенных патологий, связанных с мышцами, космических образцов и связанных с возрастными изменениями и неактивностью в больницах. Ну и как такой пилотный проект мы сейчас работаем с крысами, тоже известная модель вывешивания, изменения типов мышц медленных на быстрое и как это в общем-то все устроено и контролируется. Да, последние семь слайдов, последние десять минут или семь минут я бы хотел использовать для некоммерческой рекламы. Вот, ну все это хорошо, функциональная геномика в Японии, это все прекрасно, но действительно ли она нужна нам? Хочу вам привести один из примеров. Наверху вот видите японские иероглифы и вот они читаются как анзен дайичи. То есть основной подход японской медицины, японской трансляционной медицины это не навреди. То есть первое это безопасность пациента. Пока она не гарантирована, вы не можете двигаться дальше. Безопасность превыше всего. И у нас есть один интересный пример, вот один из проектов, которые нам предложили наши коллеги из республиканского онкодиспансера, вот заведующий лабораторией диагностики Марат Гордиев, один из самых сильных, я считаю, специалистов, вот по крайней мере в Поволжском регионе. И наш коллега из ФМБ, Алексей Никитин. Проект связанный с раком груди. Вот. Как вы знаете, что в общем-то один из самых частых встречающихся типы раков, примерно 50-60 тысяч заболеваний, в год происходит, и примерно 10% случаев ракомолочной железы и побольше в случае раков яичников имеют генетическую предрасположенность. То есть, в общем-то, ваши родители вполне могли вам передать неблагоприятную генетику, как это сейчас говорят. Но за примером далеко ходить не надо. Анжелина Джоли, очень известный пример, который выяснил, что генетика у нее неприятная, и, соответственно, приняла меры. С точки зрения генетики есть два ключевых гена. Это Берсей-1 и Берсей-2. Это неправильное устройство и мутация, в которых, в общем-то, могут значительно повысить риск возникновения этих двух очень неприятных раков. Ну, что мы знаем, да? То есть, существует некоторое количество таких проверенных, стандартных для разных стран панелей мутации. Большое их количество известно для гена в целом, но в каждой стране, в каждой популяции, скажем так, превалируют определенные их типы, и именно их, в общем-то, врачи диагностируют, когда есть подозрение, что рак наследственной природы. И для России исследования, проведенные в западной части, показывают, что для нас, для нашей страны, считаются активными вот эти вот шесть примерных мутаций. И тут откологи забили тревогу. По данным, вот, за два года к ним поступило 280 пациенток с подозрением на наследственный рак груди. То есть, в общем-то, для них должны быть приняты диагностические меры, чтобы потом это, в общем-то, скорректировать и родственников семьи, и принять правильное решение о работе с ними. Оказалось, что из 280 пациенток, где, в принципе, ожидается до 30-40% вот этой неправильной генетики, оказалось, что всего 7 случаев классических мутаций. Всего 7. Но ожидалось буквально в десятки раз больше. Что же это такое? Это, не знаю, другая, новая мутация, другая частота мутации. И мы, соответственно, объединившись вместе с онкологами, сделали такой шаг, сделали небольшую панель для наших новоприобретенных секвенаторов. То есть такая панель, которая разом получив кровь, ДНК из крови человека, мы можем определить первичную структуру, последовательность 14 генов, связанных с наследственным раком, в состав которых, конечно, входят эти два гена. Ну и плюс у нас оставалось место, и мы туда включили еще гены, которые отвечают за чувствительность к лекарствам. То есть если у вас есть подозрение, что аспирин на вас действует как-то не очень хорошо, и потом болит голова, то, в общем, есть хороший повод проверить. И, соответственно, было проверено 42 татарских женщины, женщины, почему татарских, почему нерусских, объясню. Как я уже говорил на одном из первых слайдов, безопасность превыше всего. И у нас складывается ситуация, что именно татарские женщины сейчас пока являются обделенными, потому что стандартная методика, работающая на европейцах и на русских, для них неприменима. Соответственно, мы хотим восстановить справедливость медицинскую, именно поэтому татарские женщины используются в работе. Что же оказалось? Это вот мой предпоследний слайд. Оказалось, что в Татарстане, а, видимо, и в очень многих республиках и регионах России, существует совершенно своя наследственная онкогеномика. Я не побоюсь этого слова, своя. Оказалось, что из вот этих вот 42 женщин классических мутаций, ожидаемых для России, было всего 2. А это значит, что среди вот этих 42 пациенток, используя классические методы диагностики, принятые для нашей страны, да, сейчас, на которую сделано большинство генетических тестов, 80% женщин были бы отфильтрованы как несущие эту мутацию. И это было бы неправильно. То есть неправильный диагноз был бы поставлен для 8 из 10 женщин. Как же так? Оказалось, что у других пациенток присутствуют как минимум 4 редких нероссийских мутации, которые на территории Российской Федерации вообще не предполагается встречаться или в совершенно маленьком количестве. 12 случаев было показано, что это мутации в генах репараций, которые могут иметь эффект на неправильную патологическую геномику. А частота их была настолько велика вот в этой выборке, что, в общем-то, есть повод задуматься. И 4 новые мутации в Берсе, не описанные вообще в мире, но явно несущие возможный патогенный эффект на целый ген. И в трех случаях, так как мы сделали еще последовательности для энхансерных зон, оказалось, что полиморфизмы отлично от, скажем, стандартного классического генома находились именно в зоне энхансеров и промоутеров в том числе. То есть функциональная геномика в этом случае является одним из очень больших и важных направлений, в которых безоплагательно нужно двигаться на территории Российской Федерации, включая нашу с вами республику. Так как мы работали с выборкой вот, Марат Гордеевич прибыл, спасибо, вот, с выборкой, так сказать, пациентов раковых, встал большой вопрос, нам нужна выборка здоровых пациентов. И я надеюсь, что в ближайшее время мы запустим в университете небольшую такую компанию, которая всем желающим даст возможность проверить свою вот эту вот наследственную онкогенетику и сделать такой небольшой свой фармакогеномный паспорт. И поэтому я вас призываю внимательно следить за объявлениями на сайте, потому что вы можете помочь как российской науке, так и самим себе. Все. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Одна ремарка. Можно терминологическая? Как врач по базовому образованию хочу заметить, что принадлежность женщины татарской национальности само по себе недостаточно оснований, чтобы называть ее пациенткой. А я с вами поспорю, потому что выборка вот эта, она именно из пациенток состоит. Ну, в принципе, вы правы. Но вы хотите продолжить это исследование, предложили здоровым пациентам. И коллеги тоже, я уже говорил, коллеги тоже поправят, ведь девиз расы думаем по-русски. Так вот, по-русски не рак груди, рака груди нет. Есть рак молочной железы. Ну, все. У меня единственное оправдание, что я биолог. Уважаемые коллеги, у нас есть свободное время. Оно образовалось из-за того, что пропущен один доклад. Поэтому есть возможность сделать небольшую дискуссию. Есть ли в аудитории желающие высказаться в целом по прослушным докладам, сделать какие-то рекомендации на будущее, поделиться своими впечатлениями. Милости прошу. Давайте, может быть, я начну, пока коллеги думают. На мой взгляд, вот наши два дня, которые мы очень плодотворно провели, показали то, что я, learn, что называется, take home message, показали огромную вовлеченность молодежи университета. И вот это очень радует. Были очень хорошие постерные доклады и с ребятами, когда мы вчера разговаривали, и во время докладов, и во время экскурсии по лабораториям. Очень сильные, интересные вопросы. Ребята не стесняются задавать вопросы, и это абсолютно верно. надо самим тянуть руку, надо быть по-хорошему наглее, активнее. К одному постеру подходишь, сразу начинают с тобой разговаривать. Даже вот ты не успел задать вопрос, начинают разговаривать. Так и надо. Это все правильно. И, может быть, в следующий раз, я надеюсь, что это не последняя конференция, и будут еще, может быть, нам даже сделать какую-то молодежную секцию и сделать устные доклады, отобрать лучших, и сделать устные доклады ребят. Я думаю, что это будет хорошая идея. Если позволите, два замечания такого общего характера по всем прослушным докладам. Они ведь были очень разные, очень разные, из разных областей знания, но общим для них было, во-первых, то, что они все были как сводки с передовой. Это сообщения самых передовых областей фронта, называемого современной наукой. Это все сообщения были высокого уровня, и мне кажется, что это первое, что их объединяет. Второе, если посмотреть на тональность этих выступлений, на их выводы, они все устремлены даже не в завтра, они все устремлены в послезавтра. Это вещи, которые оставят основу современной медицины в ближайшем и отдаленном будущем. В этом состоит задача трансляционной медицины, от успехов которой зависит состояние клинической медицины в ближайшее время. Я уверен, что эта конференция оставит свой след среди аудитории, среди сотрудников, студентов Казанского федерального университета. Может быть, она не будет иметь сиюминутных каких-то последствий. Ну, какие сиюминутные последствия от прослушивания хорошей симфонической музыки или посещения Нориевского фестиваля балетного, это долгосрочные последствия, которые очень трудно формализовать. А такие последствия, я уверен, будут. Я очень благодарен всем, кто выступал, и еще больше благодарен всем, кто пришел послушать эти доклады, особенно тем, кто остался до последнего момента, до закрытия научной части нашей конференции. Спасибо большое. Ну, и я напоследок, вот, Рустам Игоревич, он поскольку вспомнил Нориевский фестиваль, я, наверное, от лица университета, от института буду разговаривать и просить раса, чтобы, как Нориевский фестиваль, вот эти конференции по трансляционной медицине, они стали постоянными, такими, циклическими, ежегодно растущими и в количестве, а качество уже было отмечено. Кто-то еще, может быть, хочет два слова сказать? Татьяна, ваше впечатление? Во-первых, конечно, я присоединяюсь к мнению предыдущих ораторов, и действительно, получилось очень здорово. Я человек в этой сфере абсолютно новый, для меня это было необычным таким экспириенсом, и я хотела бы вот что сказать, поскольку, действительно, дело за вами, вы как бы перенимаете эстафету. И мне еще раз бы хотелось подчеркнуть то, что вы слышали в предыдущем докладе. Действительно, мы всегда должны двигаться вперед. У нас нет возможности двигаться в обратном направлении, но двигаясь вперед, мы всегда должны совершать в каком-то смысле некую петлю. Как правильно говорили, мы идем от bench к петлю и вернемся и вернемся в том, что было неправильно. И поэтому, я считаю, что основная задача молодого поколения всегда задавать вопросы. Даже если кажется, что ты прав, задавать вопросы на конференциях вашей жизненаучной, вашей жизнепрофессиональной и вашей частной жизни тоже очень полезно задавать вопросы. Еще раз спасибо организаторам, спасибо Федеральному университету. Я еще хотела сказать как раз по поводу Федерального университета. Я была совершенно потрясена. В первый день у меня была персональная экскурсия по факультету фундаментальной медицины и биологии. Ребят, вам так повезло. У вас фантастическая база для того, что вы работали успешно и наслаждались этой работой. Альберт, кто еще может быть скажет? Альберт, может быть вы как местный ведущий ученый два слова скажете? Ну, все-таки. от лица местных хотел поблагодарить приезжих тоже еще раз. И действительно идея сделать этот семинар и эту конференцию ежегодную я думаю очень интересная. Может быть даже дополнительно сделать и молодежные премии и премии для состоявшихся ученых в том числе сотрудников членов раса имени каких-нибудь выдающихся либо местных либо не очень местных ученых. Но это мы тоже я думаю обсудим. У нас есть комитет совет теперь научный. и конечно многие доклады они вызывали очень интересные дискуссии ну просто вот как в качестве комментария один из докладов где как раз по влиянию диеты на наследственность тоже породило определенную дискуссию такое скажем так blast from the past Евгеники такой подыхнуло из этого доклада и конечно же здесь огромные будут аспект не только научные но этические и правовые базы которые должны обсуждаться параллельно с достижениями науки которые скажем так нас всех сейчас поражают спасибо аспект 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 гудзиев казанский федеральный университет очень интересная программа очень привлекательные названия проникновения проникновение языков математики физики биологию это значит вырабатывается единый язык и когда многие достижения математики физики смогут участвовать активно и эффективно маленькая рекомендация из своего опыта многочисленного если есть такая возможность в электронном виде издавать абстракты одну-две страницы всех докладчиков включая молодежь это помогает подготовиться к докладу это помогает задать вопрос потому что быстро бывает сложно то же самое поможет и постеросекции такой опыт хорошо известен у нас в астрономии в геофизике на две страницы в электронном виде даже не обязательно распечатывать как приглашенных докладчиков можно три страницы или четыре но молодежь хотя бы две странички иметь спасибо еще какие-то комментарии от молодежи бы что-нибудь услышать ну кто самый смелый или самая смелая девушки обычно очень смелые нет вчера на постерной сессии были девушки смелые я помню нет я даже даже одну знаю но ее руководитель так это тычет и говорит не говорит тычет тебя Олег да дайте еще гемороданную микрофон ничего я так очень молодая с виду скажите два слова ну действительно впечатление вот от вас как от слушателей и как участников постерной сессии это очень важно уважаемые состоявшиеся ученые большое спасибо за уйму интересных докладов от лица молодежи немножечко извиниться хотелось что не все дотерпели до конца но у нас время зачетов наверное сейчас вот наши сотрудники нашей лаборатории убежали сдавать зачеты на предзащиты хотя очень жаль что они не дослушали все это до конца я тоже очень надеюсь что конференция станет ежегодной большой плюс что она на русском языке потому что обычно это барьер для маленьких и для младших курсов тот же и минус конечно что нужно готовить ребят выступать на английском но для понимания передовой науки это очень интересно и хотелось бы высказать надежду что конференция позволит установить новые коллаборации между даже между группами внутри университета поскольку есть несколько руководителей open lab я в первый раз узнала наконец чем занимается электронный синапс хотя они дверь соседняя с нами занимается целый год вот это очень было бы кстати спасибо я могу говорить английский? хорошо в первом месте я бы хотел сказать спасибо за за wonderful организацию и все презентации это So this is a great, wonderful moment, more especially for us young scientists who are coming up. So it's like you are giving us the way on which we could go through, through research, through thinking big, and through innovative ideas, coming up with new ideas in which we could solve upcoming problems, like maybe in health problems, and in so various life. I would also like to say thank you to my supervisor, Arbaita Natorevich, because without him I wouldn't have been here. And I wouldn't have been even in this room listening to so wonderful presentations and getting ideas. And I can say that this will not just end here. I'm planning to take these ideas as well to Zambia. So I was just thinking that, oh, maybe we can also have maybe Rasa in, but it's not going to be Rasa, but maybe Asa in Africa. It's a great idea, by the way. We don't have Rasa in Africa. It's a great idea. We should think about that. Yes. So it would be so wonderful if we could have scientists gathering and talking about health problems, innovation, and so on and so forth. So it's a very good idea. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 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 центры расы, они будут в дальнейшем создаваться в проектах, в вузах 5.100. Это большая площадка для объединения всех вузов вокруг одних тематик, схожих тематик. Спасибо большое. Я все-таки все равно, мне еще одно впечатление, вот особенно сегодня, мы думаем по-русски здорово, Лена сказала, то, что на русском здорово для молодежи, потом пошло английское, на английском языке выступление. Мне, кстати, вот я Любу не вижу в Вартиховске, можно, знаете, какое нововведение, если они у нас будут, вот так вот, эти ежегодные сейчас конференции, очень часто ошибка делается в терминологии. А Люба сегодня, она изящна, она выступала на русском, но она использовала, так сказать, английскую научную терминологию, то, что полезно для молодежи, как это правильно произнести. А вот мы про нее как раз говорим, да, и говорим спасибо. То есть, и вот такой пример, когда, как бы, это пример и обучающий такой. Я сегодня с удовольствием вот слушал, когда там правильно произносились именно те вещи, которые связаны с наукой. То, что на русский, мы-то по-своему это, часто это бывает калька, вот. Поэтому, Люба, спасибо вам, мы говорим, если эти конференции мы делаем ежегодными, вы сегодня прекрасный пример, когда думаем и говорим по-русски, но терминологию вводим английскую. Спасибо большое. Люба, мы у нас осталось время, мы делимся впечатлениями по завершении конференции. Может быть, два слова скажете? Микрофон можно? Ну, я очень благодарна, что вы меня пригласили. Было просто честь для меня присутствовать здесь, познакомиться с многими, которых я раньше не знала, с очень интересными научными работниками, с молодыми, которыми я познакомилась около постеров, разговорились много. Я думаю, что лаборатории, которые мы видели, были просто на уровне шедевр, модерном, как говорится на английском, we are very impressed. И надеемся, что у нас будет долгая коллаборация, и многие идеи, которые выходят от вас, они свежие, по своему уровню, по своему приходу, потому что вы приходите с совсем другой техники, приходите с другой школы, и для этого для нас очень важно. И будем поддерживать вас, как мы сможем. Так что надеемся, что это будет не последний раз, что я буду здесь. Приглашаю вас всех в Институте национального здоровья. Мой дом всегда открыт для вас. Вы знаете, мой муж всегда говорит, что у меня дом как отель. Так что на испанском мы говорим, мой дом это ваш дом. Так что Микаса и Сукаса. И надеемся, что самое главное обмен идей будет продолжаться по долгой дистанции и персонально. Большое спасибо. спасибо вам. Еще какие-то есть мысли? Некоторые доклады очень быстро произносились, очень быстро пробегались, и труда было зафиксировать, даже если подготовлено, пытался записать. Вопрос к организаторам. Будет ли выставлена презентация для внутреннего использования, для широкого, в ограниченном, в интернете, на сайте? Все зависит от, скажем так, докладчиков. Если они позволят, то это будет. Если нет, то... Далее. Моя презентация, Ваши мангитеры, кинофильмы, институты Центра нового здоровья, Ваши мангитеры, пожалуйста, возьмите его, пользуйтесь его. Все, что мы делаем, я принадлежу, как говорится, государственного, все дневные штаты, моя работа, принадлежит государство в Соединенных Штатах. Все это бесплатно. Так что, все мы хотим, так что водите, это вам. Хорошо. Спасибо. И второй момент. Вот все ввелось в записи, и у нас будет телевизионная запись. Вы потому что спросили про презентацию. Здесь от докладчика. Если оставляет и считает, что можно пользоваться, мы можем это дать. В остальных случаях у нас есть телезапись всего выступления, и что транслировалось. Это будет, это на сайте будет у нас. Коллеги, большое еще раз всем-всем спасибо. Я думаю, вот Люба очень правильно сказала, мой дом, ваш дом, и вот это вот, мне кажется, улица с двухсторонним движением, которое мы открыли за эти два дня. Число полос будет только возрастать, скорость движения в разумных пределах будет только возрастать. Я думаю, что мы продолжим наше сотрудничество, и все у нас будет замечательно. Спасибо всем огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok